всем привет вы на канале крипто комманс и это x2 за сутки вернее по факту уже даже x3 за сутки практически на маржинал очки но с учетом предыдущих 100 классей x2 окей x2 за сутки но надо понимать что это конечно же кликбейтное название просто ролика потому что ну какие там x2 можно сделать за сутки хоть x10 можно сделать и x40 как мы сделали на классике в прошлом году но потом можно сделать минус 90 процентов на депозит и посчитайте к и напишите в комментариях сколько у вас останется чистый pnl если вы сделаете x40 а потом минус 90 процентов короче что происходит на рынке смотрите немного все оживает но с учетом предыдущих кэш падений никуда мы еще даже не отросли и да у меня получилось сделать сейчас уже больше чем x2 поскольку я зашел на донышке в биток по битку x2 по дэшу больше чем x2 и дэш дэш вон смотрите на 20 процентов стрельнул лайткоин догоняет и в чем фишка то что это все трейдинг ребята как бы если вы ходите то это вообще вас не должно даже интересовать трейдинг это работа реально это кучу потраченного времени и естественно на пути к этим x2 у вас будут x05 понимаете там да и так далее x03 и все такое поэтому тут короче палка о двух концах трейдинг это вообще искусство балансировать между как бы точкой входа и точкой выхода то есть почему-то я говорю что бред все эти сигналы копитрейдинги и так далее там друзьям своим советовал не делать этого потому что ну вот стоял я в лонг подышу еще там по 200 баксов многие знают да и по 100 стоял и по 50 стоял и вот по 30 сколько по 35 стою то есть я же постоянно перезахожу где-то выхожу по безубытку где-то лося принимаю где-то профит снимаю но перезахожу просто у меня есть глобальное предпочтение в лонг а люди этого не понимают они стоят до победного их смывает и все и ну как бы тут уже трейдинг переходит в инвестиции то есть трейдер переходит в инвестора если вы стоите долго понятно что в идеале забрать длинное движение всем хочется до зайти в биток там доходь вот по 4 тысячи на корона дампе и выйти 59 но также не бывает ладно что происходит с битком смотрите все движется по плану гигантская бычья дивергенция неумолимо приближает отскок сильный отскок в район недельной сетки my ribbon на дневке зеленая точка кстати появилась и зеленая свечка хайка наши что не может не радовать и rsi тоже развернулся ну и мы это видим собственно по многим монетам мы это видим по многим монетам и не удивлюсь если bitcoin доминация пошла вниз потихоньку ну кстати еще не сильно даже bitcoin доминация пошла вниз но грубо говоря что я вам хочу сказать заметно что старые монеты начинают стрелять такие как дэш лайткоин там и так далее chain link вон да и новый кстати тоже смотрю короче сезон по ходу друзья как раз сейчас когда никто не верил и еще раз вам говорю то что у нас не убивает делает нас сильнее то что нас потрепало на рынке это должно укрепить наоборот наш боевой дух и не проебать короче окно возможностей которая нам дается вот поэтому что я вам хочу сказать все ссылки в описании на наш телеграм-канал обязательно вступайте на биржу байбит на которой мы торгуем активно на другие хорошие биржи обменники петупи обменники все полезные ресурсы по аналитике наш второй канал кстати на котором последнее время выходит очень много крутейший зарубежной аналитики перевода в зарубежной аналитики для вас ребят специально поэтому посмотрите тут свежие интервью сези свежий видос боба лукаса андрея сантонопол замечательные лекции в общем бенджамин ковен кевин свенцы на лесть всего растания в общем все самое самое лучшее для вас и кстати нам отключили этот канал от монетизации вообще гады ютубовские поэтому ставьте лайк обязательно подписывайтесь на него тоже ссылка в описании и телегу в наши обязательно подписывайтесь а по поводу чего этих старых монет и торговли я хочу сказать что походу мы еще ничего даже не видели потому что да смотрите дэш хоть он и вырос на 20 процентов но если мы отдаляемся на макро то понимаем что он еще даже расти не начинал вот и возникает вопрос конечно же забирать прибыль или давать прибыли течь сейчас потому что с одной стороны конечно нужно забирать прибыль иначе зачем это все но с другой стороны нужно и дать прибыль течь потому что возможно это еще даже не было роста и вот эта дилемма тут в нас с вами всегда уживаются инвесторы спекулянт лонгист и шортист быка медведь как хотите если я сейчас буду забирать прибыль из лонга я буду делать take profit и это будет по сути short продажа вот и хочу ли я сейчас шортить это у дна нет не хочу но забирать прибыль надо поэтому что здесь можно сказать всегда нужно иметь инвесторскую часть позиции и трейдерскую и трейдерскую конечно нужно сейчас частично будет разгружать с целью может быть перезайти где-то дальше допустим можно аккуратно расставить консервативно вот так вот лимитки разгрузить часть позиции и потом при откате скажем зайти хоть по тем же числам хоть чуть выше но уже на подтверждение зайти того что это как бы локальный low чем локальный high понимаете я не говорю что такая фигура точно отыграет он может и сразу вниз сейчас пойти и сосками ца и наверх улететь еще на 100 иксов тут никто не знает но я говорю о том что в принципе в какой-то момент все идет вот такими волнами поэтому тут лучше не торопиться плавно разгружаться ну и в принципе не впадать в экстаз знаете когда вы в плюсе и я вот всегда стараюсь консервативным быть я и не ору что я же говорил там и не паникую когда все падает но с другой стороны иногда как раз и тоже так делаю все мы так делаем и меня это подвело как раз вот это вот общий хайп и истерия меня подвела как раз на вот этом предыдущем пике прошлого года которыми не удалось распознать хотя предыдущий прошлый пик я распознал идеально когда мы были на 19 тысячах потому что тогда биток стоил меньше тысячи в тот же год а тут как бы в чем фишка то на самом деле хайп я не не распознал хайп когда твой сосед начинает уже спрашивать тебя за крипту и показывать своего при кухонном финансе от именно такое и было вот здесь все вот здесь даже вот тот момент где стоит насторожиться и не просто насторожиться даже начать продавать и я этот момент помню но я чуть подумал что блин я наоборот порадовался этому типа mass adoption круто массовое принятие вот она и я в этот момент подумал что график еще не дорос что чувакам удалось зайти на пятую волну и срубить капусты со всеми вместе но так не бывает как видите так не бывает и нас отправили еще в год затяжного даже больше года затяжного такого вот этого падающего клина и фишка в том что сейчас похоже что мы пробились из него наверх ребята похоже что мы пробились из него наверх и отритестили его как поддержку и собираемся на ту за мун какой он будет быстрый долгий через флет через хаулинг или сразу на 200 тысяч никто не знает но то что он будет тут по моему это очевидный факт напишите в комментариях считаете ли вы так поставьте лайк если вы так считаете если вы по-другому думаете обоснуйте тоже пожалуйста свое мнение а прибыль конечно нужно частично забирать поэтому вот начинаем крыть прям по десятой части позы кто не знает как это делать на бобите посмотрите наш видео урок по этой бирже вот просто по чуть-чуть закрываемся и чё прикольно кстати еще в в линейных есть дети контрактах здесь можно открыть хеджевый шорт не закрывая позицию вот видите я чуть-чуть забрал прибыли по битку кстати не забирал прибыль по битку фандинг по ходу перевернулся что тоже хороший сигнал короче здесь можно хеджевые шорты открывать вот допустим если я буду беречь свою точку входа по дэшу 35 долларов да и он улетит куда я не знаю там скажем на 70 ну условно на сто семьдесят неважно где мы посчитаем что все он как бы локально очень сильно отрос то вот в этой точке можно не закрывать свою вот эту позицию точку входа в лонг а открыть встречный шорт и забрать вот это все расстояние параллельно не закрывая свой лонг как бы не смотря на утекающий пнл за лонг собрать забрать вот это движение в шорт параллельно закрыться забрать прибыль и дальше лететь на лонге в общем об этом всем есть в подробнее в видео основы торгово на бобит и об этом же всем предлагаю подробнее поговорить на следующем стриме который обязательно очень очень скоро для вас организую а пока что можно сказать все ссылки в описании чуваки торгуйте осторожно смотрите похоже что мы локально уперлись в продавца по трд р ки вот что было в прошлые разы когда мы первых продавца как бы покупатели тоже вот он был вытолкал цен наверх сейчас зона неопределенности зона турбулентности так что берегите свои депозиты чтобы было чем иксовать а у меня на этом все это был глиня всем профит роли ставьте лайки и скоро увидимся пока а